После новогодних праздников возвращается в эфир рубрика «Вопрос доктору», как раз вовремя. Это точно. И сегодня, пожалуй, последний день праздничного марафона. И врач-гастроэнтеролог Наталья Донсу, как обычно, нам расскажет, как привести себя в форму после всех этих праздников. Доброе утро! Доброе утро, друзья! Рады встречать вас в нашей студии с прошедшими новогодними праздниками. Спасибо, взаимно. Как они прошли у вас? Расскажите. У меня они прошли замечательно, активно, с пользой для здоровья. Вот самое главное. Собственно, мы сегодня об этом будем и говорить. О здоровье. Наверняка многие после новогодних, продолжительных праздников, немного прибавили в весе. Ну, естественно, холодец, оливье и так далее, и так далее. Без этого никуда на наших праздниках. Но расскажите, как правильно теперь подойти к коррекции веса и, собственно, что делать после всех этих праздников? Что делать, да? Как выходить из дежура? Да, действительно, Татьяна, вы правы. Новогодние праздники – это большое испытание для нашего организма. Потому что много еды, мало движения и сбитый режим дня. То есть, по сути, нарушены были базовые составляющие нашего здоровья. Это режимное правильное питание, это своевременный сон и двигательная активность. Поэтому выходить из этого состояния, конечно, нужно. Но выходить нужно плавно. Все люди почему-то уверены, что после новогодних застолий нужно голодать. Это не помогает? Это на самом деле довольно-таки большой стресс для нашего организма. Ну, давайте рассмотрим просто, что происходит, если человек вдруг решил, ну, день, два, три поголодать. Ему на самом деле, допустим, после переедания не хочется кушать, и он во время голода, ну, себя чувствует относительно комфортно, хорошо. Но он же все равно что-то делает, то есть он тратит энергию. Допустим, женщине, женщина в течение суток тратит, ну, там, допустим, полторы тысячи килокалорий энергии. Мужчина там тратит две, две с половиной тысячи килокалорий. Откуда организм будет брать эту энергию? Так мы же запасли. Правильно, вначале организм возьмет гликоген из мышц, то есть то, что мы запасли, то, что мы наели. Гликоген – это глюкоза, которая концентрируется в мышцах и концентрируется в нашей печени. А потом, откуда организм будет брать? Потом организм будет брать эту энергию из аминокислот, то есть из наших мышц. То есть наш организм очень умный. Если не поступает энергия, то он расщепляет белок, в частности, белок наших мышц, и из этого белка производит глюкозу. То есть чтобы мы чувствовали себя хорошо, поддерживается таким образом нормальный уровень сахара в нашем организме. Так вот, голод день, два, три – это мы можем потерять от двух до четырех килограмм мышц. Поэтому мышцы – это на самом деле… Не жира, да? Не килограммов. Не жира, к сожалению, да. Нет, процесс липолиза, конечно, тоже будет запускаться, то есть какое-то количество жира, конечно же, тоже уйдет. Но мышцы – это основная фабрика по выработке энергии в нашем организме, и это основная фабрика по сжиганию жира в нашем организме. То есть если мы потеряли мышцы, то в дальнейшем нам, конечно, очень сложно придерживаться хорошего нормального веса. Поэтому голод отменяем. Голод отменяем. Хорошо. А вот есть еще такие популярные тоже диеты на смузи, я не знаю, чистки на кефире. Вот целый день питаться кефиром только. Не на воде, а вроде как какое-то есть питание. Есть действительно разгрузочные дни на фрешах, на фруктах, девочки любят там на мандаринках, на грейпфрутах, все считают, что это какой-то жиросжигающий фрукт. Ананас тоже вроде как ешь и ходишь, да? Да, да. Или там, допустим, кефирные какие-то разгрузочные дни. На самом деле это продукты с высоким инсулиновым индексом. То есть что это такое? Это продукты, которые действуют на нашу поджелудочную, заставляя ее просто выкручиваться и вырабатывать большое количество инсулина. На высоком уровне инсулина никто никогда не похудеет, никто никогда не разгрузит свой желудочно-кишечный тракт. Поэтому, по сути, вот эти все фруктовые разгрузочные дни, это наоборот, мы еще больше нагружаем нашу поджелудочную и вгоняем себя в состояние голода, потому что вспоминаем, да, как нам на фруктах, на кефире хочется кушать, а наш организм в состоянии голода ничего отдавать не будет, он будет только запасать. Просто обычно как бывает, с утра, ну, съем там мандаринку две, в обед, ну, вроде как все хорошо себя чувствует, тоже съем одну-две. А вечером думаешь, нет, уже как-то хочется, и так в 8-9 вечера уже начинается этот зажор. Открываем холодильник и, собственно, сметаем все, что там есть. Вот, значит, это плохо, да? Ну, конечно, то есть, в принципе, никакого баланса нет, и говорить о разгрузке или о коррекции веса не приходится. Давайте рассмотрим, что же необходимо делать, как правильно выйти из этих новогодних праздников. Ну, во-первых, друзья, мы себе создаем искусственный режим питания. Что это такое? Мы питаемся по часам. То есть, допустим, позавтракали в 8 утра, посмотрели на часы, отсчитали 3,5 часа, и через 3,5 часа у нас следующий прием пищи. И вот таким вот образом в течение дня у нас должно быть минимум 4 приема пищи. То есть мы кушаем до наступления чувства голода. Соответственно, если мы не голодны, мы будем контролировать размер порции. И, естественно, в течение дня не будем переедать. Поэтому искусственный режим питания помогает вернуться в привычный рацион питания и помогает выровнять вот этот расшатанный баланс гормонов голода и гормонов сытости. Хорошо. Ну а чем мы возвращаемся? Какими продуктами в строй? Обязательное условие – каждый прием пищи должен содержать белок и клетчатку. То есть кусочек рыбы, кусочек мяса, там, допустим, морепродукты, печень, субпродукты вместе с клетчаткой. Клетчатка – это овощные салаты, это запеченные овощи, тушеные овощи, гриль. То есть абсолютно разнообразие. Благодаря белок – это самый энергоемкий продукт. То есть организм на него тратит большое количество калорий для того, чтобы переварить. Плюс белковая пища, она, конечно же, дает более длительное чувство сытости, ну и не горят наши мышцы. А если же нам после новогодних праздников хочется десертов, мы, конечно, выбираем, ну, такие более полезные десерты. Там, к примеру, допустим, запеченное яблоко с корицей, да, зефир. То есть такие более облегченные варианты, но едим их сразу после приема пищи. То есть не через час-полтора, когда нам там вдруг захотелось между приемами пищи, а четко соблюдаем интервальное голодание между приемами пищи. Поели порцию, съели десерт и на 3,5-4 часа просто рот у нас закрыт. Между приемами пищи мы должны пить воду. Причем вода должна быть горячая для того, чтобы шла детоксикация организма. То есть выведение всех токсинов за новогодние праздники накоплено довольно-таки много токсинов. Можно пить боржоми, можно пить и синтуки, можно пить магниевую воду. Так, может быть, есть какие-то хитрости или лайфхаки, как постройнеться, может быть, быстро или правильно, или как? На самом деле есть, друзья, такие лайфхаки. О, вот, наконец-то. Сописываем. Да, очень люблю систему БУЧ. БУЧ – это белково-углеводное чередование. То есть, когда мы, допустим, два дня едим белковую еду и клетчатку, а один день добавляем углеводы в наш рацион. То есть, когда мы едим белок и клетчатку, ну, к примеру, рыбу с овощами гриль или мясо с овощным салатом капустным, допустим, или с маринованной капустой, яичный омлет, к примеру, с замороженными овощами делаем на сковороде. То есть, когда мы едим белок и клетчатку, наш организм вначале, конечно же, истощает весь гликоген мышц, а потом запускает процесс сжигания жира. То есть, если мы не едим углеводную еду, наш организм в качестве топлива начинает использовать наш собственный жир. То есть, гарнир убираем? Гарниры, фрукты, хлеб, спагетти, допустим, десерты мы убираем в эти два дня. Но организм, естественно, понимает, так, нас ограничили, вгоняется в состояние стресса, а на состоянии стресса, мы помним, организм ничего отдавать не будет, поэтому мы ему устраиваем углеводный день. То есть, мы организму говорим, тебе все можно, хочешь конфетку, не вопрос, завтра будет углеводный день, ты съешь эту конфетку, хочешь там картофельное пюре или там порцию спагетти, не вопрос, это все будет, но это все будет завтра. И в углеводный день мы к белковой еде, к клетчатке добавляем гарниры, да, добавляем десерты, которые мы хотели съесть, и наш организм понимает, все, это не стресс, меня кормят, все хорошо, и расслабляется, и таким образом мы не приостанавливаем наш обмен веществ. И можно делать, допустим, систему белково-углеводного чередования 2 к 1, то есть 2 белковых дня, 1 углеводный день. Есть, конечно, более продвинутые люди, которые хотят более быстрый результат, можно, допустим, делать 3 белковых дня, 1 углеводный день, конечно, тогда будет... Быстрее? Да, быстрее, конечно, наступит эффект. Но что происходит, когда у нас белковые дни вместе с клетчаткой? Во-первых, вода вся задержанная, она вся уходит из нашего организма, то есть уже появляются объемы, запускается процесс сжигания жира. И, в принципе, на вот этой системе белково-углеводного чередования без вреда для здоровья человек может сидеть довольно-таки длительное время, потому что получает он абсолютно все белки, жиры и углеводы. Единственное еще, что хотелось сказать, когда белковый день, когда мы едим белок и клетчатку, не обезжириваем свой рацион, то есть обязательно используем полезные жиры, там, допустим, авокадо, оливковое масло, сливочное масло, рыбку жирную используем, потому что жир нам дает ощущение сытости. И мы тогда действительно сможем выдерживать вот этот перерыв между едой в 4 часа, а это дополнительное интервальное голодание, когда происходит стабилизация инсулина, то есть мы полностью налаживаем все механизмы в нашем организме для сжигания жира. Но это не получается по типу читмила? То есть два дня мы себя немного ограничиваем, а вот третий день себе позволяем что-то там побольше? По типу правильного читмила, потому что читмилы бывают разные, да, читмил бывает, когда человек приходит в Макдональдс и сметает просто все, что видит, а здесь более правильные читмилы, то есть мы добавляем хорошие углеводы сложные, гречневую крупу добавляем, спагетти твердых сортов, пшено там, допустим, да, десерты добавляем более правильные. То есть если наша цель здоровье, если наша цель коррекция веса, то, соответственно, выбираем более правильные продукты питания. То есть, по сути, вот система белково-углеводного чередования, это мы делаем два шага, два или три шага вперед, то есть два-три дня белковые, а потом один шаг назад в углеводный день. Но, по сути, мы все равно движемся вперед, да, поэтому можно сидеть на этом. Откуда такая система? Это официально разработанная система, просто немногие люди об этом знают. Вот мне хотелось бы, чтобы все использовали, и будет результат. Ну, интересный вариант. В любом случае ты никогда не будешь голодать, потому что в любом случае питаешься правильно, но при этом получаешь все полезные макро- и микроэлементы. Так, ну... У меня еще вопрос по поводу питания по часам, да? Если человек, к примеру, ну, условно, у него график смещенный, он начинает свой день там часов в 11-12, и в таком случае последний прием пищи, ну, во сколько может быть? Последний прием пищи всегда за 2,5-3 часа до сна. То есть, пожалуйста, начинайте свой день с 12 часов, у вас там в 12 часов завтрак всегда должен состояться в течение часа после пробуждения, для того, чтобы не пошла разбалансировка, то есть, чтобы не начался выделяться гормон голода. И начинайте свой завтрак, как обычно, и через каждые 3,5 часа организуйте свой рацион. Прекрасно. Но, кроме этого, конечно, не стоит забывать, что мы должны не только восстанавливать первую базовую составляющую здоровья, это наш режим питания и наше питание, мы должны позаботиться о второй и о третьей составляющей здоровья, это движение, двигательная активность, не надо устраивать себе какие-то изматывающие кардионагрузки. Они после новогодних праздников не принесут результат, это будет стресс для организма, обычная ходьба. Друзья, просто берем и с работы домой идем пешком, или идем, допустим, в бассейн, или записываемся в тренажерный зал, когда мы в руки берем хоть немножечко веса, наши мышцы работают, и, соответственно, процесс жиросжигания, метаболизм у нас намного усиливается. Мне кажется, сейчас людей в тренажерном зале стало намного больше после праздников. Люди понимают, в чем заключается здоровье, биомеханизм, да, как правильно выстроить красивое тело, как правильно улучшить обмен веществ, и люди, конечно же, этим пользуются. Ну и третья базовая составляющая здоровья, не стоит об этом забывать, это наш своевременный сон. Стройнеем-то мы во сне, друзья, и стройнеем только мы в одном случае, если мы легли спать с 23 часов. То есть именно с 23 часов в нашем организме вырабатывается соматотропный гормон, то есть гормон молодости, гормон стройности. Если мы зависаем в интернете до 12, до часу ночи, ни о какой стройности речь не будет идти. Вот, мне кажется, такая одна из больших проблем. Почему? Потому что в новогодние праздники все так сбили режим до часа, до двух, смотрим что-нибудь интересненькое, ну а потом просыпаемся в 11. Вот, собственно, и вот это тоже проблема возникает. А потом сантиметры на талии лишние. Да-да-да. Так, ну что, давайте подведем итог. Что нужно делать и что делать нельзя. Войти в режим питания, выстроить правильный рацион питания, начать двигаться и вовремя ложиться спать. Ну, казалось бы, вот очень простые такие правила. Абсолютно простые. Осталось и только придерживаться. Ну что, вам большое спасибо. И вам спасибо, друзья. Начинаем мы рубрику в этом году «Вопрос доктора» с очень актуальной темы, как привести себя в форму после всех этих новогодних праздников. И, конечно же, нам об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Донсов. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо.